После приюта, даже не были дома, дома еще, двоих 7 собак не будут. Ездим в город Нью-Йоркский, у нас тут тоже живут собачки, и одна из них ваш любимый самец. Идем. Дорога у нас далекая, закрывают. Саммеры я могу показать, потому что, я надеюсь, об этой событии все знают, все предупреждены. А других собак, к сожалению, я показывать не могу, зная, что их травят, убивают, выкидывают. Саммерчик. Привет, мои сладкие собаки. Привет. Привет, мы привезли тебе кушать, кушать, мой зайчик. Полей, колей. Полейте, надо кашу теплую наварить. Теперь маму тебе сварю обязательно кашу, мой сладкий. Да, сладкий мой. Сладенький, да. Приезжайте тебе, товарищи, что интересное. Ну, расчищено, значит, приезжают. Приезжали. Ну, вот, снова приехали на Шанхай посмотреть собаку, овчарку, которая была в вольере. Следы свежие, ну, скорее всего, забрали. Завтра еще посмотрим, потому что тут уже почти все снесли. Мясо даже парит. То есть вот. Даже на камеру видно, что оно парит. Да, оно парит. Мясо теплое теперь. Все заработало. Заработало теперь, да, наверное, все-таки попробуем. Завтра прям даже попробую сварить каши. Завтра сварим, а на послезавтра как раз их тут оставим. И можно разложить кашки. Попробуем сколько. Посмотрю, сколько уйдет времени, сколько уйдет круп. И какой будет расчет. Попробую, конечно, все равно. Обязательно. Вот. Ну, а уж на Новый год наварю своим питомцам каши. Благодаря вам, вашей помощи. Очень прошу всех-всех-всех заходить и подписывайтесь в Телеграм-канал. Там вы узнаете все свежие новости, которые происходят в приюте. Ну, и с сегодняшнего дня, с четверга и всю ту последующую неделю мы будем на канале выпускать ролики о приюте и о питании. Нам надо к Новому году погасить долги. Долги приюта уже две недели. Мы вышли из строя, выбились, к сожалению. Но опять хочу искреннее спасибо сказать всем тем, кто откликается на наш СОС. Еще раз хочу сказать, что спасибо, что вы с нами, что видите, цените, помогаете приюту жить. Поэтому полторы недели я буду и выпускать ролики, и кричать СОС. Сегодня звонили с оптовой базы Галина Алексеевна, директор. И сказала, что с мясопродукцией все очень сложно. Постарается, конечно, выбить на следующую неделю куриную продукцию. Также хочу сказать искреннее спасибо большое всем, кто откликнулся на беду Беллы. Белла у нас заболела венцаркомой. К сожалению, вот увидели, как увидели. Лекарства уже привезли, уже оплатили, купили. Завтра у нас будет первая химиотерапия. Приют у нас, знаете, пополнился. Ну и привет от Самера. Кто-то там хотел очень увидеть Самера. Также хочу сказать по поводу Шанхая. Встретил нас один мальчик только с кривой лапкой. Постараемся его приручить и забрать тоже в приют, потому что он там один. Все сравняли с землей. Ну и позавчера наш Николай забрал со своим другом трех кошек. Еще хочу сказать, что буквально три дня назад мы пришли поздно вечером в пятерочку. И девочки попросили помощи к ним. Подкинули маленького щеночка. Забрали себе. Ночь он переночевал у нас. Потом уехал к Николаю. Но это на зиму. Весной мы его заберем. Назвали Хабиб. Ну и какие еще новости приюта. Ну и хочу сказать, что у нас четыре дня метет сильнейшая метель. Все замело, занесло. Но мы не унываем. У нас теперь есть дом для прогревания. Еще хочу сказать, что у нас есть еще одна хорошая новость. Это обзор приюта. Кто-то поймет. То есть теперь мы можем следить за приютом. А сегодня мы открываем, стартуем. Полторы недели, наверное, я назову вот так стольника. Нам нужно срочно погасить долги и уйти в Новый год без долгов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...